Эфир Абхазского телевидения продолжает Русская служба новостей. Здравствуйте! В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Именитый футбольный клуб «Ирцаху» отмечает юбилей. В Ачемчире прошел товарищеский матч среди ветеранов абхазского футбола. Результаты деятельности Министерства по налогам и сборам охарактеризованы положительными показателями выполнения плановых заданий. В Куарчале и Гагре продолжаются работы по благоустройству. С места работ репортажи наших корреспондентов. В Сухуме стартовал ежегодный шахматный фестиваль «Сухум Опен-2024». В Ачемчире прошел товарищеский матч среди ветеранов абхазского футбола сборными «Ирцаху» и «Абхазии», посвященной знаменательной дате 30-летию футбольного клуба «Ирцаху». Поздравить спортсменов с юбилеем приехал президент Аслан Бжани. Репортаж Рада Чичава. Футбольный клуб «Ирцаху» родом из Ачемчиры образовался через несколько месяцев после окончания Отечественной войны народа Абхазии. С тех пор клуб переживал и взлеты, и падения, завоевывал высокие награды, даже одержал победу в первом кубке президента Абхазии в 1999 году. А 11 июня футбольный клуб отпраздновал свой 30-летний юбилей. На день рождения именитого клуба приехали гости со всей республики и, конечно же, жители родного города. А товарищеский матч среди ветеранов абхазского футбола сборной «Ирцаху» и сборной Абхазии вызвал немалый интерес среди любителей этого вида спорта. Среди почетных гостей – президент Аслан Бжания. Глава государства поздравил ветеранов, игроков клуба и болельщиков со знаменательной датой. На протяжении трех десятилетий футбольный клуб «Ирцах» достойно выступает на спортивной арене нашей страны. У истоков создания клуба стояли известные личности – Валерий Изаур Делба. Во многом благодаря их самоотверженной работе и преданности делу «Ирцах» смог стать локомотивом абхазского футбола, завоевывая титулы чемпионата Кубка и Суперкубка Абхазии. Президент отметил, что сегодня молодые игроки футбольного клуба продолжают славные традиции, заложенные легендарными очимчирскими футболистами. Сегодня молодые футболисты очимчиры продолжают славные традиции, заложенные легендарными спортсменами вашего города и района. Особое место среди них занимают Виталий Доросеве, Нияс Дзявшипа, Владимир Марганья, Тимур Жиева, Юрий Лобуа, Цингиз Лобуа, Валерий Делба, Валико Цвижба, Владимир Гигава, Вадим Афиндопуа, чьи имена вписаны в историю как отечественного, так и мирового спорта. Их пример сегодня служит источником вдохновения для молодых футболистов. Аслан Бжания поручил главе администрации Чимчирского района Беслану Бигава составить сметную документацию по стоимости ремонтно-восстановительных работ, необходимых для того, чтобы спортсмены тренировались и играли в хороших условиях. Пользуясь случаем, находясь на стадионе имени Виталия Доросеве, поручаю главе администрации Чимчирского района составить сметную документацию по стоимости ремонтно-восстановительных работ, чтобы спортсмены имели возможность тренироваться и играть в хороших условиях. День юбилея. Хочу еще раз поздравить сердцам и пожелать клубу дальнейшего развития и ярких побед. Пусть каждый матч становится новой главой в истории команды. Основному составу команды и тренерскому штабу желаю неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и постоянного профессионального роста. С праздником! Благодарю за внимание! Беслан Бигвава, выступая с поздравительным словом, отметил, что в Чимчирском районе всегда был культовым видом спорта. Он также рассказал о создании первого и единственного фан-клуба в Абхазии. Футбол для нашего района был не просто таким видом спорта, он был культовый вид. На этом поле очень много достойных, легендарных личностей воспиталось. На этом поле ковалась дружба, характер. Мне хотелось бы отметить, что в этом году мы создали единственный в Абхазии, пока единственный в Абхазии, фан-клуб. 12-е игрок. Хочу поприветствовать их всех. И это фан-клуб, который поддерживает во всех телах игрок, нашу команду. Мне хотелось бы отметить, что они делают очень многое. Беслан Бигвава выразил уверенность, что уже в следующем году начнется реконструкция футбольного поля и пожелал спортсменам многочисленных побед и успехов. Рады Чачава, Аляс Курсая, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня встретился с главой города Бендеры Романом Иванченко и председателем Совета народных депутатов Юрием Карра, которые прибыли в Ачимчиро на празднование Дня города по братим Ачимчиры. Роман Иванченко зачитал приветствиями адрес президента Пренестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского и вручил памятные подарки. В свою очередь Аслан Бжаня подарил гостям памятный сувенир из серебра – работу абхазского художника. Президент подчеркнул, что этот обмен подарками стал символом дружбы и сотрудничества между двумя странами. Он также отметил важность развития культурных связей и укрепления отношений между Абхазией и ПМР. Аслан Бжаня подписал указ о присвоении солистам вокально-инструментального ансамбля «Грица» почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» за вклад в развитие фольклорного искусства, популяризацию абхазской народной песни, почетное звание «Заслуженный артист Абхазии» присвоено Миле Абичба, Алику Гарцке, Аиде Гунба, Марине Цышба. Следующим указом президента за многолетнюю плодотворную работу в области культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено заместителю директора Национальной библиотеки имени Папаскир Илеонори Агума. Рассматривается возможность создания целевой программы с использованием средств фонда по репатриации для оказания помощи семьям, нуждающимся в процедуре ЭКО. Этот вопрос обсуждался на рабочей встрече Александра Анкваба с министром финансов Владимиром Делба, министром здравоохранения Эдуардом Бутба, председателем Госкомитета по репатриации Вадимом Харази, заместителем исполнительного директора фонда репатриации Астамуром Джинджоли. В 2021 году семьям на проведение процедуры ЭКО государство выделило 2 млн 218 тыс. рублей. В 2022 – 3 млн 418 тыс. В 2023 году более 9 млн. В этом году сумма уже превышает 6 млн. рублей. В Минздраве рассматривают заявления еще около 40 семей, которые обратились за медицинской помощью для проведения процедуры ЭКО. В Министерстве по налогам и сборам состоялось расширенное совещание по итогам деятельности за прошедшее полугодие. В работе совещания приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, депутат Народного собрания Беслан Халваш, начальники управления Центрального аппарата ведомства и начальники подведомственных инспекций. Подробности в материале Ульяны Рожковой. В повестке дня итоги прошедшего полугодия с докладами о проделанной работе выступили начальники Центрального аппарата и подведомственных инспекций. Так, общий объем налогов, поступивших в государственный бюджет за первое полугодие 2024 года составил 2 млрд 187 млн. рублей, при плане в 1 млрд 894 млн. рублей. Выполнение плановых показателей – 115%. В целом, по республике плановые показатели были выполнены по следующим видам налогов и иных платежей в бюджет. Налог на прибыль – 113%. План – 481, 107 и 8 тысяч рублей. Факт – 545, 725 и 1 тысяча рублей. Динамика – 108%. Подоходный налог – 125%. При плане – 590, 355 и 6 тысяч рублей. Факт – 739, 643 и 4 тысяч рублей. Динамика – 113%. НДС – 103%. При плане – 596, 793 и 4 тысяч рублей. Факт – 616, 685 и 0 тысяч рублей. Динамика фактических поступлений налоговых платежей за первое полугодие этого года составила 116%. Динамика рассматривается в сравнении показателей отчетного года с показателями аналогичного периода прошлого полугодия. Так, плановые задания за первое полугодие в городе Сухум составили 105%, а объем налогов и других платежей, которые администрирует Министерство налогов – 1 миллиард 129 миллионов рублей. За отчетный период общий объем поступления подоходного налога составил 396 миллионов 913 тысяч рублей. При плане – 328 миллионов 827 тысяч рублей. Процент выполнения составляет 121. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года положительная составляет 113%. Бюджет поступило больше на сумму 47 миллионов 9 тысяч рублей. Роста сверхплановых показателей по обшказанному налогу удалось достичь в результате принятия решения таких организаций, как Амобайл, КДК Девелопмент, Вина и Воды Абхазии, о распределении прибыли между учредителями и, как следствие, поступлением в бюджет подоходного налога с дивидендов. Ачимчирский район по сравнению с прошлым полугодием опередил свои показатели. Общий объем налогов составил более 74 миллионов рублей. По всем видам налогов, кроме НДС, у города Ачимчира план выполнен. Тоже хочу отметить, что за мою бытность, наверное, это впервые. И по налогу на добавленную стоимость у нас отклонение только на 100 тысяч рублей, 99% выполнения. Это наше упущение. Сумма задолженности на первое, 07-е, у нас 35 миллионов. В основном доля на земельный налог. Есть надежда до конца этого месяца, до конца августа месяца, что 12 миллионов от этой суммы поступит у нас. По Гулырыбшскому району зарегистрирован 1401 налогоплательщик, а также 257 юридических лиц и 1494 индивидуальных предпринимателя. Плановые показатели налоговых и иных платежей, администрированные налоговой инспекцией Гулырыбского района на первое полугодие 2024 года, выполнены на 124%. С учетом изменений, которые производились в течение года, плановые показатели составили 135%. То есть при плане 59 миллионов 858 тысяч 800 рублей поступление платежей в бюджет района составили 73 миллиона 849 тысяч 100 рублей. Динамика роста поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 35,5%. По Гудаутскому району за первое полугодие этого года в республиканский бюджет поступило 192 миллиона налоговых платежей при плане 149 миллионов 375 тысяч рублей. Выполнение составило 128%. Динамика роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 136%, то есть плюс 51 миллион 52 тысячи рублей. Но фактором положительной динамики является это открытие новых объектов в сфере размещения туристов и других объектов торговли, а также погашение задолженности. На 1.07.2024 года состоят на учете юридических лиц 600, предоставляют отчетность не более 250, организации индивидуальных предпринимателей 2600. По непредоставившим отчетности инспекции приостанавливаются операции по счетам, по недоимкам инспекции выставляются инкассовые поручения, а также формируются материалы для передачи в службу судебных исполнительных. Результаты деятельности Министерства по налогам и сборам за отчетный период охарактеризованы положительными показателями выполнения плановых заданий, как по всем видам налоговых платежей по республике, так и в целом по всем территориальным инспекциям. Ульяна Рожкова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Город-герой Тхуарчал постепенно оживает и возрождается. Больница, кафе, рынок, школы, детские сады – места для досуга. Одним словом, жизнь здесь налаживается. Возможно, не так быстро, как в других городах республики, но за последние несколько лет сделано немало. Сейчас ведутся работы по реконструкции лестницы, которая соединяет нижнюю и верхнюю части города. Эта лестница была построена в 1961 году и с тех пор делался только косметический ремонт. На ее реконструкцию из республиканского и местного бюджетов выделено около 4 миллионов рублей. Лестницу уже очистили от лакокрасочных покрытий, нанесенных в разные годы. На данный момент вы что можете наблюдать? Что у нас процентов так на 80 уже в окончательном виде покраски перила произведены. Сейчас у нас будет формироваться второй этап работ. Второй этап работ предусматривает нанесение резиновой крошки, покрытие резиновой крошки на ступеньки площадки. И завершать будем третьим видом работ. Это освещение. Мы в первый раз будем производить такое и в городе, и непосредственно на этом объекте. Это освещение на солнечных батареях, на панелях солнечных батарей. Один из фонарей привезен, проходит свою работу. Мы наблюдаем за ним, будет он работать так, как его описывают или нет. Вот на протяжении целого месяца он работает стабильно. Таким образом данная территория будет освещаться за счет солнечных батарей. Стоит отметить, что в Туарчале такая система будет применена впервые. Максимальное время работы до 12 часов. На данном этапе мы проверяем его на режиме 8 часов. И с учетом даже тех погодных условий, которые нас отвлекают от фронта работы, даже дождевые погодные условия, все равно дают ему проработать. То есть он как принимает заряд на простом дневном свете, так и на солнечном луче. Фонарь в данный момент работает в той характеристике, в которой заявлен, нас не подводит. Мы им довольны и, соответственно, приняли в окончательном решении, что будет именно эта модель размещаться здесь на площадке. Вы можете заметить, что мы чуть-чуть отошли от каких-то строительных норм, не перекрыли данный объект, потому что не хотим лишать возможности горожан перемещаться. Здесь более удобно для них. И поэтому даже все виды работ, которые ведем, так скажем, согласуем с нашим населением, которые видят это все с каждым днем, довольны. Им это отрадно и приятно, что данный объект приходит в такую реконструкционную норму. Чтобы узнать мнение местных горожан, несколько ступенек покрыли резиновой крошкой. Горожанам эта техника понравилась. Покрытие резиновой крошкой – это не случайное решение, а обдуманное. Уходим уже от бетона, что, как говорится, является, наверное, примитивщиной в данном случае. Плюс у нее большие плюсы. Значит, она работает, ну, живет, так скажем, в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 60. Вне зависимости от погодных условий лестница перестанет быть скользкой. Плюс ко всему, и это придает определенный внешний облик для самой лестницы, то есть данное покрытие. В рамках стоимости, мы можем так сказать, плюс-минус, она немного отличается, но то преимущество, которое она предлагает, соответственно, никак не сопоставимо с простыми бетонными работами. Конечный результат отреставрированной лестницы должен порадовать как местных жителей, так и гостей города. Очень даже людям интересно будет подниматься, спускаться здесь. Очень многие специально приходят, чтобы вниз, вверх спускаться, подниматься. Соединяя днижние. В основном народ пользуется. И дети, школьники, когда ходят, и учителя вверх, вниз в школу ходят, вверх ходят. Очень даже интересно людям ходить по лестнице, спускаться, подниматься. Я уверен, что если, так скажем, нас плачевно когда-то прозвали лет 10-12 назад городом-призраком, и сегодня удивляются, что мы здесь живем, если они смогли с наших, к сожалению, исторических руин, которые нам враги оставили, находить для себя комфорт для фотографий, то данная лестница, безусловно, будет одним из участков посещения туристов тоже. Очень хорошо. Я только рада. И мы все тоже будем рады, конечно, процветанию нашего города. Спасибо большое и вам. И строители, и те, кто инициировал данные работы, надеются, что это место станет центром притяжения горожан и одной из любимых достопримечательностей Тхуарчала. Лаура Капш, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В Гагре продолжаются работы по благоустройству парковых зон. Завершился первый этап реконструкции парка в районе Жуйкварского моста. На месте работ побывала наш специальный корреспондент Сария Кварасхелия. Комсомольский парк – одно из знаковых мест старой Гагры. Центральную аллею с игрушечными фонтанчиками, яркую, ухоженную на каждом сантиметре, можно увидеть на открытках разных лет. Парк требовал нового взгляда и обновления, ведь он уже много лет был в заброшенном состоянии, зарос сорняками, практически была потеряна геометрия парка. Именно поэтому руководством Гагрского района было принято решение приступить к проектированию реконструкции данной территории. Отделом архитектуры был подготовлен проект благоустройства и реконструкции, в котором было предусмотрено полное восстановление дорожно-тропиночной сети. Там была сложная композиция запроектирована изначально, и мы были намерены в полном объеме ее восстановить. Данный проект осуществляется за счет средств районного бюджета и за счет мецената из Российской Федерации, выходца из Абхазии и Минасян-Алика. На данном этапе выложено 4000 квадратных метров тротуарных зон на сумму свыше 15 миллионов рублей. Следующим этапом здесь планируется установка фонарных столбов, озеленение и восстановление водоснабжения уже существующих фонтанов. Ко второму этапу реализации данного проекта администрация района планирует приступить после летнего курортного сезона. Совсем скоро появится еще один обновленный парк Комсомольский, который расположен в районе Жойкварского моста. Самострой едва не стал причиной трагедии. 10 июля в Сухове по улице Адыгейской загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. На место происшествия были направлены подразделения пожарных, спасателей и медиков столичного пожарно-спасательного отряда. Огонь был оперативно локализован и ликвидирован. Пострадавших нет, однако из-за сильного задымления жители верхних этажей дома вынуждены были покинуть свои жилища. Но эвакуационные выходы на лестничных площадках были перекрыты самовольно возведенными строениями, поэтому пожарным пришлось эвакуировать жильцов по высотным пожарным лестницам. Сотрудники МЧС Абхазии не раз обращались к жителям и соответствующим структурам, в чьем ведении находятся вопросы эксплуатации домовладений, о недопустимости самовольных межподъездных строений, что является грубым нарушением норм противопожарной безопасности. Данные пристройки препятствуют естественному дыму удалению и освещению в лестничных клетках. По словам пожарных, это может привести к трагическим последствиям, так как серьезно осложняет работу огнеборцев и препятствует оперативной эвакуации людей во время пожара. 11 курсантов из Абхазии стали выпускниками Краснодарского университета МВД России. Торжественную церемонию посетил министр внутренних дел Республики Роверт Киут. Подробности в материале пресс-службы ведомства. Выпуск лейтенантов состоялся в Краснодарском университете МВД России. В этом году выпускниками стали 493 человека, 11 из которых курсанты из Республики Абхазия. Торжественную церемонию посетил министр внутренних дел Республики генерал-майор милиции Роберт Киут. Его сопровождал заместитель, полковник милиции Раш Цвижба. Юные лейтенанты милиции пополнят ряды правоохранительных органов Абхазии. Выпускники уже в скором времени приступят к исполнению своих должностных обязанностей по различным специальностям. Поздравляя выпускников, министр внутренних дел Роберт Киут отметил, что впереди у них интересный и сложный путь служения Родине, который они должны пройти с честью и достоинством. Сейчас вы молодые специалисты, которые в ближайшее время пойдут на службу в госавтоинспекцию, службу участковых и следственные органы. Кто-то из вас будет специализироваться на раскрытии киберпреступлений в уголовном розыске. От вас всех мы ждем качественной работы, отметил Роберт Киут. Генерал-майор милиции Киут подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества с ВУЗами МВД России в целях воспитания молодой пляды специалистов правоохранительной системы. 12-е ежегодное отчетное собрание культурно-благотворительного фонда «Ашана» состоялось в Сухуме. На нем были подведены итоги работы за прошлый год. Фотовыставка «Особенные лица», развернутая перед началом встречи, позволила благотворителям ближе познакомиться с главными людьми «Ашана» и его подопечными. Согласно отчету КБФ «Ашана», в 2023 году было оплачено 70 курсов лечения более 60 подопечным фонда. Проведено 22 благотворительные акции. На лечение тяжелобольных детей было собрано более 12 миллионов рублей. В заключении мероприятия состоялось торжественное награждение представителями сотовых компаний «Абхазии», милосердных абонентов, а также партнеров и благотворителей фонда. Когда речь заходит о фонде, многие из вас в основном знают об основной акции фонда «Спасем жизнь вместе», в рамках которой мы организовываем сборы средств на лечение тяжелобольных детей. Но мало кто знает, что помимо этого мы проводим и множество медицинских акций. Сегодня я хочу акцентировать ваше внимание именно на медицинском проекте фонда «Ашана» «Здоровое поколение», которое мы реализовываем при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия. Важно отметить, что при выборе врачей, которых приглашаем в рамках проекта в Абхазию, мы делаем акцент не на медицинском центре, а на специалисте. Так как не всегда закономерно, что те специалисты и врачи, за которых говорят «вот он врач от Бога», работают именно в именитых и дорогостоящих медицинских центрах. Мы ищем специалиста, исходя из отзывов и рекомендаций. Только тщательно изучив бэкграунд, мы приглашаем принять участие в нашем медицинском проекте. Чаще всего мы сотрудничаем с врачами из Армении и России. Из специалистов в отчетном периоде мы приглашали травматолога-ортопеда, детского хирурга, детских неврологов и детского психиатра. В рамках сотрудничества Абхазского государственного университета и Московского педагогического государственного университета студенты МПГУ проходили летнюю практику на пленаре в Абхазии. В течение 10 дней они посетили достопримечательности страны, где написали немало картин. Учебная практика завершилась выставкой картин в АГУ. В течение 10 дней работали, вместе с нашими преподавателями, студентами отчасти, проходили летнюю практику на пленаре. В основном работали в городе Сухуми, в Новом Афоне. Наши красивые и достопримечательные места, исторические места, Келасулская стена, Сухумская крепость и так далее, и так далее. И посетили озеро Рица. Так что график был насыщенный, конечно. Кроме того, что они летнюю практику, здесь они еще видят, осваивают историю культуры Абхазии, как таковой, вникают. И это очень дорого стоит, на мой взгляд, для молодых людей особенно. Я первый раз приехала в Абхазию. Это очень яркая, теплая, сочная страна. Когда нас посадили на автобусы, начали ехать по городу, встречались вот эти красивые здания, стыдствующие цветы и кипарисы. Здесь так много кипарисов, это фантастика. И море. Понимаете, мы когда ехали сквозь деревья и дома, каждый раз ловили вот эти кусочки моря. И если посмотрите на мои работы, я каждое утро бегала, писала на берегу моря, потому что это просто невероятно. В шахматной школе имени Анатолия Карпова в Сухуме стартовал ежегодный шахматный фестиваль «Сухумаупун-2024». В мероприятии принимают участие не только спортсмены из Абхазии, но и шахматисты из разных регионов Российской Федерации. С открытия фестиваля репортажа Атицы Сагария. 160 спортсменов из всех районов Абхазии и городов России принимают участие в ежегодном международном шахматном турнире «Сухум-Опен-2024», открытие которого торжественно прошло 12 июля. В турнире принимают участие как взрослые, так и дети. Соревнуясь с соперниками, участники соревнования получают колоссальный опыт и рейтинг, отметил президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. С удовольствием участвуют в наших турнирах, получают абхазский рейтинг. Наши дети знакомятся, перенимают опыт друг друга. Условия хорошие. Нам сделали в прошлом году небольшой ремонт городской администрации. Комфортно, уютно. Столичная шахматная школа имени Анатолия Карпова вносит неоценимый вклад в развитие шахматного спорта в республике. Нужно отметить, что абхазские шахматисты на международных играх стран БРИКС в Казани показали высокие результаты. Очень радует, что с самого малого возраста дети приходят и занимаются шахматами. Популярность набирает именно этот вид. Результаты у нас хорошие. Наши дети принимают участие во всероссийских турнирах и занимают такие призовые места. Воспитанники нашей шахматной школы, и не только наши, принимали участие на играх БРИКС. Но это показывает то, что есть шахматы, как вид развивается. В рамках турнира состоятся четыре соревнования среди спортсменов от 2011 до 2017 годов рождения. Соревнования проходят в два тура в соответствии с возрастными категориями. Основной турнир пройдет в девять туров. 14 июля главный судья турнира Альберт Карапетян. Вот сейчас, в данный момент, играет группа до семи лет. Это начинающие шахматы, которые первые делают шаги в шахматах. Им, конечно же, чуть сложно, но потихоньку уверенность приходит. И они понимают, что чем быстрее они достигнут уровня такого высокого, тем быстрее они завоюют. И, соответственно, призы, и будут они играть сильнее. И там разрядная норма, и рейтинговая. Очень важно, чтобы ребенок сам понимал, осознавал, что, допустим, допустил ошибку, надо исправить. У соперника какой-то прием он увидел, надо этот прием выучить. Вот на этом и, можно сказать, рост игрока-шахматиста выявляется. Чем быстрее это он поймет, тем быстрее он будет двигаться вверх по спортивной лестнице. Все победители турнира будут награждены кубками, медалями и памятными подарками. Найдится Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин